Добрый вечер, Муальд! Я нахожусь возле Дома Конгресса, где располагается фан-палатка болельщиков сборной Латвии. Не знаю, хорошо ли вы меня слышите, потому что сегодня здесь шумно. Более сотни человек собрались поболеть за наших. И вы знаете, у меня хорошая новость. В середине второго периода счет матча открыл Андрис Джериндж. 1-0 в нашу пользу. Кстати, для Андриса это первый гол на чемпионате мира. Болельщики ведут себя очень шумно. Время от времени поддерживают наших кричалками. Как слышите, вот сейчас. Итак, швейцарцы отыграли на чемпионате мира три матча. У них две победы и третье место в группе. У нашей команды пока что ноль очков и три поражения. А Чехии, Канады и Швеции. Спортивный обозреватель Владимир Иванов считает три этих поражения закономерными. На самом деле, только сегодня для сборной Латвии начинается по-настоящему чемпионат мира по хоккею, который проходит в Праге. Но, конечно же, по первым трем матчам судить о потенциале нашей команды преждевременно было понятно еще до старта турнира, что соперничать на равных со сборными Канады, Чехии и Швеции нам нереально. Другой момент, что 18 пропущенных шайб все-таки для сборной Латвии это многовато. Даже в игре с такими фаворитами. Чтобы пройти дальше сборной Латвии, нужно одержать победу в трех из четырех матчей, что означает, что все последующие поединки будут принципиальными. А впереди у нас также матч с Германией, Австрией и Францией. После этого чемпионата будет составлен рейтинг команд сборных. Восемь сильнейших автоматически получат путевку на Олимпийские игры 2018 года. Так что поборемся.